По моему мнению, конечно же, аборт – это не просто социальная проблема, потому что социальная проблема – это, в первую очередь, например, нищета. Проблема аборта – это проблема духовная, духовно-моральная, когда человек совершает откровенный грех убийства, убийство нерождённого ребёнка и таким образом уничтожает жизнь. Здесь вопрос очень, я бы сказал, мировоззренческий. Что есть жизнь и кто вообще вправе распоряжаться жизнью человека, жизнью творения. Церковь всегда очень агрессивна и очень радикально относилась к аборту. Церковь выступает против абортов на основании заповеди «Божий не убей». То есть это, по-моему, заповедь, не поддающаяся каким-то инсинуациям. И проблема абортов, мне кажется, базируется во многом на незнании людей, что плод – это уже не просто сгусток клеток, как часто говорят, что там ничего нет, это просто набор клеток, но это уже живой организм, который при нормальных условиях будет человеком. И не случайно ещё древний богослов Тертулян говорил, что тот, кто будет человеком, уже человек. И женщина, совершающая аборт, она должна понимать, что она совершает убийство. И не просто аборт влияет и на её духовный мир, душевный, но аборт влияет и на её физическое здоровье, и на психическое. То есть есть такое понятие, как постабортный синдром, когда человек впадает в такие депрессивные состояния. И человек, решающийся на аборт, он совершает тяжёлый грех перед Богом. И перед самим собой, наверное, в первую очередь, потому что человек бросает вызов Богу, забирает жизнь у другого человека и берёт на себя функции Бога. И вот это недопустимо. Церковь встаёт на защиту от нерождённых младенцев. Если она не встанет, то кто же тогда их защитит? Кто протянет руку маленькому человеку помощи? Потому что мир равнодушен, мир безбожен, мир агрессивен. Мир не ценит жизнь взрослого человека. Разве он будет ценить жизнь нерождённого? Он его не ценит. Часто женщины, которые совершают аборт, мы понимаем, что они на следующий день не придут в церковь. На покаяние не могут прийти через много десятилетий уже, будучи пожилыми женщинами. И если человек раскаивается, если у человека есть понимание того, что он сделал, и искренняя просьба прощения, то церковь, как любящая мать, милосердно, она принимает такого человека. Потому что церковь — это не какой-то инквизиционный трибунал, который карает и судит. Церковь — это, как сказано в таинстве, покаяние — это лечебница, которая принимает любого человека с его духовными болезнями. И мы вручаем, конечно, людей, кающихся милосердию Божьим. И надеемся, что Господь дарит им своё прощение, если человек просит об этом прощение. Потому что если человек не просит, и Бог ему не нужен, то человек, наверное, осознанно выбирает путь зла и путь богоборчества. И, конечно же, ни о каком прощении здесь не можно обратить речь. Самый тяжелый грех в современном обществе — это равнодушие к другому человеку, и в том числе к проблеме абортов. Когда есть люди неравнодушные, когда люди готовы заниматься профилактикой абортов, это очень ценно. И здесь я вижу, что, во-первых, люди могут заниматься просветительской деятельностью. То есть часто люди идут на аборт, женщины не понимая, как я говорил, что они совершают. То есть очень важно показать человеку, на что он идёт. И, во-вторых, очень важна, мне кажется, современному человеку моральная поддержка. И если мы знаем, что кто-то хочет сделать аборт, потому что его заставляет семья часто, таким людям нужна помощь не материальная, а именно моральная, духовная. Мы всегда рады волонтёрам, то есть тем людям, которые могут вместе с священником, например, ходить в консультацию. Потому что священники у нас часто загружены, приходские дела никто от них не забирает. Кто-то называет себя верующим, но в душе тоже равнодушен. И вот это тоже проблема, когда мы выдваем брешь не только в равнодушии безбожия, но и в равнодушии верующих. Профилактика абортов, она действительно держится на таком энтузиазме неравнодушных людей, которые идут, наверное, против мнения большинства. Потому что действительно современный мир, так называемый мир, который пропагандирует свободу человека, и в том числе права. Права человека всевозможные, он противоречит, конечно же, Христу и тому, что говорил Христос. Если значительная часть граждан осознает, что аборт — это плохо, то, думаю, мы сможем совместно переломить ситуацию, которая на данный момент в государстве очень нехорошее. В общем, скажем так, даже, как я бы сказал, критическое, что Республика Беларусь одна из самых вибральных законодательств по отношению к аборту. И вот исходя из этого, мы должны понимать, что отвечает, наверное, за законодательство не только парламент и президент, но и мы все с вами отвечаем за это. Мы отвечаем за то, какие законы принимаются, за то, как мы их не только исполняем, но и что нам говорят исполнять. И если люди поймут, что принцип «Моя хата с краю, ничего не знаю», это принцип плохой, нехороший, что человек, живущий в обществе, он не может быть от него свободен, но и государство не может быть свободно от людей. Государство без народа — это просто ненужный механизм тогда. И если мы осознаем, то мы сможем преодолеть это. И никакие, наверное, силы не смогут нам помешать. Если не поймем, и этой темой будут заниматься только какие-то отдельные энтузиасты, добровольцы, то, конечно же, ситуация будет, как мне кажется, только ухудшаться. В белорусском законодательстве есть такое понятие, как социальные показания, по которым женщины прервают беременность. И, наверное, вообще задача церкви на данный момент добиться, чтобы эти показания были уменьшены. Желательно значительно. Многие в государстве говорят, что не из-за традиционной ценности, но дела их задействовали обратно. Чтобы не было такого лицемерия, они должны, конечно, решиться на такой очень правильный шаг. Если мы говорим о том, кто должен поднять тему проблемы абортов или профилактики абортов, то, конечно же, сама женщина, потому что предназначение женщины — быть матерью. И вот это, наверное, главная премиссия женщины. Ее генеральная линия. Все остальное — то, что пропагандируют СМИ, карьера, работа. Это все может успешно сочетаться с ролью матери. Но каждый человек должен понимать, что он Богом поставлен определенное место в определенное время. И часто человек думает, что он не может совершить добрые дела, что у него для этого нет, например, материальных средств, нет сил, нет времени. Но это ошибочная позиция. Я часто люблю повторять, что Бог не мерит добрые дела весами. В свечах Божьих любой малый, мальский добрый дел, оно очень ценное. И случайно еще Иоанн Златоуст говорил, что Христос и намерение целует человека. И вот если каждый человек на своем посту, на своей маленькой даже должности какой-то будет понимать, что аборт — это плохо, и в трудную минуту протянет руку помощи вот женщина, которая по каким-то обстоятельствам желает проживать беременность и поможет ей сохранить ребенка, это очень важно. И вот из таких маленьких дел совершается великое, большое, христианское доброе дело.